У казахстанцев все чаще не принимают наличные. Обычно покупателям отказывают в магазинах, аптеках и кафе. Предприниматели увлеклись безналичной оплатой. Нередко в таких местах не бывает сдачи. Онлайн-деньги стали приятным бонусом цифровизации. Образовался даже пласт людей, привыкших только к безналичной оплате. Не ощущать руками кровно заработанное стало нормой. Настоящие банкноты, то есть наличные, оказались не в почете. Сегодня немало казахстанцев ежедневно сталкиваются с рядом неудобств при оплате наличными. Национальную валюту должны принимать везде и всегда. А об этом говорят юристы и специалисты по защите прав потребителей. В противном случае можно получить штраф от 20 тысяч тенге. Я здесь усматриваю дискриминацию граждан по поводу формы оплаты. В любом случае, если у нас законом предусмотрены две формы, безналичная и наличная форма, то гражданин сам должен иметь право выбирать, в какой форме ему можно платить. Поэтому я думаю, что здесь нужно полномочный орган, национальный банк, вмешаться в этот вопрос и устранить нарушение законности, граждане должны иметь возможность платить любым способом. На территории Республики Казахстан используются как наличные, так и безналичные средства оплаты. Поэтому ограничивать потребителя в том, что он должен либо только наличными, либо только безналичными, никто не имеет права, никакие предприниматели, никакие торговые организации или услугодатели. Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе АФРОКО поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров. А в этом в Сеуле на встрече с вице-президентом этой организации договорился депутат Можелиса Едиль Жанбыршан. Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию прибыл в Корею для участия в парламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Можелисмен также рассказал коллегам из других государств о том, как в Казахстане борются с изменением климата. За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 миллиардов деревьев и восстановили 2,5 миллиона гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Мы обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики. В мае 2023 года в Кыргызстане зафиксирован максимальный среди стран Евразийского экономического союза рост цен на непродовольственные товары и услуги, оказываемые населению. Такие данные приводят в национальный статистический кабинет страны. В прошлом месяце по сравнению с декабрем 2022 года наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, где в наибольшей мере возросли цены на продовольственные товары. Кыргызстан на втором месте с общим уровнем инфляции в 4,3%. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах-членах ЕС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. При этом в Армении и Беларуси зафиксировано снижение цен на 1,8% и 0,3% соответственно. Федеральная резервная система США впервые за год не повысила процентные ставки. Их уровень остался в диапазоне 5,25% годовых. Такое решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Однако перерыв будет недолгим. Финрегулятор намерен стезить инфляцию, который все еще остается высокой до 2%, поэтому готов ужесточать денежно-кредитную политику. Эксперты также улучшили прогноз роста экономики США. Ожидается, что в этом году он составит всего процент. Ранее считалось, что ВВП страны вырастет не более чем на полпроцента. Очередной виток противостояния антимонопольного органа Евросоюза и интернет-гиганта Google. Еврокомиссия обвинила американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением в сфере цифровой рекламы. Таким предварительным выводом брюссельские чиновники пришли по итогам двухлетнего расследования. Беспрецедентным является то, что ЕС фактически указал Google на необходимость разделить прибыльный бизнес и отказаться от части рекламных услуг. Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, Google будет грозить штраф в размере до 10% от глобального годового дохода. Google уже был оштрафован в Евросоюзе на общую сумму 8 миллиардов евро за различные антикоррупционные действия. Субтитры создавал DimaTorzok